Продолжение следует... Дорогие друзья, рассаживаемся. Мужчина в России всегда любит втроем стоять. И так, чтобы все видели. Мы с вами уже в прямом эфире интернет, и мы видели уже давно. У нас с вами сегодня большой вечер. Вечер Союза литераторов России. Вы видите книжки, которые изданы. Членами Союза литераторов вызданы нашим издательством. Так что здесь всю такую выставку мы устроили, небольшую. Можно потом будет подойти поближе, посмотреть. Сейчас особое время. Десять лет назад по решению Ассамблеи ООН 21 марта было объявлено Всемирным днем поэзии. Десять лет назад. Да, вот такая дата. И вот в этом году по решению все тех же высоких органов решили, что проводить можно с 7 марта по началу апреля. Что мы с вами и делаем. Мы собрались в одном из лучших музеев Москвы, может быть даже мира. Вот музей Маяковского. Здесь всегда особенно, здесь всегда хорошо. Наш Союз себя позиционирует как бы продолжателем тех Союзов, которые были в 20-е годы. Это Союз Гумилева, Союз Блока. И поэтому хотелось бы начать не с наших стихов, а с маленьких стихов или отрывков из стихов Гумилева, Блока и никого еще, наверное, вы уже догадались. Первое стихотворение, Наташа. Читаешь чужие стихи и не волнуешься абсолютно. Николай Гумилев, Восьмистишее. Ни шороха полночных дарей, Ни песен, что певала мать, Мы никогда не понимали Того, что стоило понять. И символ горнего величия, Как некий благостный завет, Высокое косноязычье. Тебе даруется поэт. Наталья Рожкова, представитель секции поэзии Союза литераторов России. Отрывок из поэмы Александра Блока. Вы, я думаю, узнаете наизусть, Так же, как и я. Но на всякий случай буду смотреть. Жизнь без начала и конца Нас всех подстерегает случай, Над нами сумрак неминучий Или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо верный В начало и концы ты знай, Где стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты, Твой взгляд. Да будет тверд и ясен, Сотри случайные черты, И ты увидишь мир прекрасен. Познай, где свет, Поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно, Что в мире свято, Что в нам грешно, Сквозь жар души, Сквозь хлад ума. Александр Блок. Мы в музее Маяковского. И я надеюсь, нас сейчас смотрит По интернет-телевидению Директор музея, Стараниями которой создана Эта фантастическая экспозиция. Я думаю, все вы были в музее, Ходили по его этажам, По его залам. И, конечно, стихотворение Владимира Высоцкого. Борис Якубович, прочитай. Маяковский. Да, Высоцкий, конечно, У нас всегда на мне. Стихотворение Владимира Маяковского. Славьте меня. Я великим не читаю. Я над всем, что сделано, Славлю ничто. Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги? Я раньше думал, Книги делаются так. Пришел поэт, Легко разжал уста И сразу забил Вдохновенный простак. Пожалуйста. А оказывается, Прежде чем начнет петься, Долго ходит Разомлев от броженья И тихо барахтается В тени сердца Глупая воба воображенья. Пока выпячивают Рифмы пеликая, Улица корчится Без языка, Ей нечем кричать И разговаривать. Георгия Маяковский. Мы сегодня тоже будем много читать, Сегодня очень много поэтов. Но сначала нам хотелось бы Познакомить вас С создательской деятельностью Союза литераторов. Мы начали с газеты, Газеты МОМ. И вот сейчас вышел Очередной ее номер. Я думаю, все вы уже видели. А те, кто не видел, Получат эту газету При чтении стихов. А кто стихи не читает? Ее получат в подарок. Она буквально Вот-вот из типографии С пылу с жаром. Недавно вышел Альманах Словесность 2008 В прошлом году. И в прошлом же году С некоторым запозданием Вышел Альманах Словесность 2007. Много авторов. Вот, собственно, Как мы подбирали, Как работал редакционный совет, В который выходит И Юрий Мавлеев. Он сегодня не смог приехать, Хотя собирался приехать, И очень любит тоже этот музей. Отбор материалов, Чтобы было разнообразно. Чтобы были страницы, Которые можно По-семейному Вместе с детьми прочитать. Чтобы были сложные Литературно-медческие исследования. Чтобы была разная проза И разная поэзия Разных направлений. И вот наш вечер Хотелось бы продолжить Награждением. Награждением Нескольких авторов, Которые представлены В этих двух альманахах. Награждать будет Наталья Рожкова И председатель секции Брозы Валентин Куклев. Владимир Новиков Альманах Словесность 2008 Раздел имена И символы эпох Монтаньяров Шивой горки Жизнь Сталинской высотки В потенниках Потрясающе интересная публикация. Обязательно прочитайте В последнем Альманах Словесность. Ну вот дожил до момента, Когда начинаю писать мемуары. Ничего не сделаешь. Так что Я пока назову Следующего Награжденного Это Ирина Багратион Мухранели Альманах Словесность 2008 Исследование Я дружбы Как выстрелом Разбужен К вопросу Об отношении Мадейштама К памяти Гумилова Спасибо Это неожиданно У меня не так много наград Это ужасно приятно Что за таких Замечательных Двух авторов С вашего разрешения Я прочту Сикварение Гумилева Слово В волный день Когда над миром новым Бог склонял Лицо свое Тогда Солнце останавливали Словом Словом Разрушали города И орел Не взмахивал крылами Звезды жались В ужасе к луне Если точно Розовое пламя Слово Проплывало в лошине А для низкой жизни Были числа Как домашний Подъеремный скот Потому что Все оттенки смысла Умное число Передает Патриарх Седой В себе под руку Покоривший Добро и зло Не решаясь Обратиться К звуку Тростью На песке Чертил Число Но забыли мы Что осиянно Только слово Среди умных Тревог И в Евангелии Атеанна Сказано Что слово Это Бог Мы ему поставили Пределом Скутные пределы Естества И как пчелы В ульях Устелом Дурно пахнут Мертвые слова Вячеслав Сысоев Альмонах Словесность 2007 Раздел Домашнее чтение Цикл рассказов С чужого голоса Не пить Олег Солдатов Альмонах Словесность Наташа А можно Человеческий Твоим Да Обязательно Пересчитал Года на деньги И больно Жизнь удалась Что оказалось То на деле Родиться я Недолго Сейчас Вершусь Как белка Месорубки И нет Как сам Моим Трудам Олег Солдатов Альмонах Словесность 2008 Раздел Имена И символы Эпох За исследование Кирвения Василия Розенова Стихотворение Пожалуйста Василия Розенова Сейчас микрофон слышно Могу 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 Собрались Тигры На конгресс У них Законный Интерес Какая бы пора в округе не настала Чтоб всем хватало Расселись в круг бараньи туши И навострили уши, следя, чтобы сосед не смог Урвать нечаянно кусок Всяк в свой черед они рычали Всем благоденство обещали Хвалились удалю своей Мол, тигры всех зверей сильней А раз от выборов нет вроку То власти тигров быть бессроку На то мы порешили Тут свет легонько притушили И на барана налегли Потом с физикой явились пироги Окрока, филеи, балыки, икра Шампанское, бештексы, шашлыки Во тьме пожирали все Чуть не дошло до драки Известные всем тигры-забияки И, разбредаясь по наделам, судили так Для пользы дела пора наказывать смутьянов И всюду разводить баранов Быть тигром хорошо А то он не будет спора Оставим время для иного разговора Возможно, в наши дни Еще такие страны Греб тигров над собой Поставили бараны Наш конгресс Прошу прощения Наш вечер продолжается Следующий награжденный у нас Борис Якубович Альмонах Славесность 2007 Исследование мирусловностей Особенности создания Драматургических произведений На античные сюжеты Специфика Жанна такова Что мне прочесть здесь будет нечего Но я очень надеюсь Может быть, даже в этом году Многих вас пригласить На спектакль Который, возможно, будет Поставлен на сцене Театр Школы современных лесов Мои птицы Спасибо Среди награжденных у нас Татьяна Лопашкова Она есть? Татьяна? Нет, да? Пока Ну тогда мы к ней еще вернемся А далее продолжает Валентин Куклиев Председатель секции прозы За лучший дебют Альманах Славецкий 2007 Алексей Гравицкий Следующий награжденный Юлия Красовская Альманах Славецкий 2007 Между прочим, Юлия Красовская Это Альманах 2007 Она после этого выпустила две книжки Вот такой дебют В других издательствах Так, Надежда Адеева Присутствует Надежда, обратите внимание Что мы вручаем Мы вручаем Альманах Который мы издали в 2003 году Просто тогда скинулись Несколько человек в Союзе В том числе и Вячеслав Дмитриевич Сусоев Илья Резник Дмитрий Цесевич Сейчас не помню кто-то еще Там написано В этом Альманахе И вот издали молодых Там школьницы были Сейчас уже не школьницы И некоторые студенты И еще Здесь есть очень интересная кассета Которая напоминает о человеке Который вел Поэтические вечера в этом музее Это Юрий Виноградов Вместе с музеем Высоцкого После смерти Юрия Виноградова Мы сделали вот такую кассету Я думаю, вам будет интересно Ваш материал есть Вы прислали Для следующего Альманаха Будем печатать Борис Воротников Бориса Воротникова нет Но есть его мама Тут еще такая позиция За ученое выступление В народном доме Большим церковь Да Мама спасает ребенка Пожалуйста Я благодарю вас Я благодарю вас за высококазку Работу моего сына И надеюсь, что он Выгодит И за новой функции Работает Вот у него вышло В сборнике Третье дыхание Несколько его новых работ Это вот я за счастливым Спасибо большое Марина, вы пишете с нами? Странно У него замечательная проза Обратите внимание Борис Воротникова Следующая номинация Евгения Степанова Дело в том, что у нас проходит Не только презентации книг У нас еще и всевозможные доклады Которые готовят специально И обычно мы собираемся В народном доме Это в Большом Черкасском береге Недалеко от Кремля Когда говорят народный дом Сразу думают, что это крайно Нет, рядом с Кремлем Находится народный дом Рядом с Центром избиркома И вот несколько человек Подготовили интереснейшие доклады На которых многие из вас, конечно, были И Евгений Степанов Доклад об истории литературных групп Последнего десятилетия Очень сложная тема, да? Евгений Степанов Я думаю, он прочитает стихотворение Спасибо большое Очень трогательный Звучитный подарок И очень ценно Спасибо А что ты там На выставке Это книжки, которые мы выпускаем И журнал Которого, может быть, кто-то читал Называется он Дети Ра И есть такая серия Библиотека журнала Дети Ра То есть Если кто заинтересуется Можно посмотреть Спасибо большое Евгений Степанов Один из интереснейших Современных издателей Выпускает и газету Литературное известие Вот недавно она, собственно Начала свой выпуск Раз в месяц И журналы, которые вы видите здесь И книг Тьма Так что имейте ввиду Издатель рядом с нами И очень отзывчивый человек Для автора это важно Галина Ерофеева Презентация записных книжек Красиво Аплодисменты Москва, петушки Кто не читал Но очень советую Почитать записные книжки Галина Ерофеева Уходит он Эй, нет А кто открыл музей в петушках? Ну, я одна Это было бы даже Одно не под силу Там в первую очередь Выступила инициатором Глава Петушинского района И, в общем-то Это уже был второй музей И было очень довольно тяжело Потому что было уже На что посмотреть И нужно было Не повториться Но я думаю Это не последний Музей Потому что пришло письмо От министра культуры Карелии На станции Чупа И когда уже кажется Детский городок Не находится Везет Так очень сложно Но ничего Все равно Все двигается Ну, мы вот Нина Давыдова Интервью с вами Опубликовала В последнем с вами Новогоднем И вот начинается Публикация Мы отберем Птичку Дальше Давай А то я везде Воюю со всем миром Никогда Ну, об этом потом Об этом мы еще расскажем Галина Ерофеева В общем, каждый из вас Может себе представить Что такое архив Великого писателя И что такое Готовить к публикации Так что Награждаем Галину Ерофееву Великую подвижницу Готовить Голубин Доклад Марина Басмалова В творчестве Жизни Иосифа Голубинского Это было Здорово Голубинского Хорошего Голубинского Есть ли у вас Право Тринеться Небольшие Америки Да Вот это вот Мое выступление Относительно Некоторых Собудивающих Жизни Ерофеева Бродского Это часть В общем-то Моих Литературных Исследований В книгах Которые Представлены Вот там Эти штуки И я хочу Просто Сказать большое Спасибо Жюри И тому Кто Оценивал Эти все вещи За то Что они дали По Сказать По Сказать Спасибо Спасибо. Так, Олеся Брукс, газета МОЛ, «Альманах славесность», 2008, фотолепописи «Савелья литераторов». Прозаику? Так, Светлана Артемова, «Альманах славесность», 2007. Двое из которых стали членами нашего Союза. И самое удивительное, она пишет стихи, на которые обратила внимание Юрий Мамлеев. Я очень прошу, Светлана, ну, с Завучем все время быть тяжело. Немножко поэтам этот величин. Ну, вот, хотя я все-таки, наверное, Завучем по поводу. Во-первых, хочу сказать большое спасибо, что нас так тепло приняли в Союзе литераторов, оценили по достоинству. Прежде всего, у моих детей, которых я учу. И вот от нас, так сказать, Алла Верды, у нас тоже есть свой печатный орган, правда, небольшой, такой еще детского возраста, мы только учимся, называется «Газета галереи». Вот в ней передовая статья, которая посвящена нашему сотрудничеству с Союзом литераторов, и благодарность Владимиру Юрьевичу Дзельчукову от нашей школы. Спасибо. Мы провели этот уникальный день поэзии, мы везде проводили, мы были в арбитражном суде, но вот в Воксовской школе, где дети читают стихи на двух публиках, мы и проводили. Спасибо. Спасибо. И вам. Ну, если позволите, небольшое стихотворение, поскольку я все-таки педагог, то, наверное, о детях и о взрослых. Качели. Качели скрипучие дедок, качели. Качели пеучие, им обещали до самого неба подбросить с разлета. И сами взлетели до боезных что-то. Живая душа в перекрестьях железных, страдая, дыша, рвется к высину небесной. Там солнце любуется птичьим полетом, а месяц в приливе копается звездным. Там ветер шьет сказки из улучшной дымки, там ждут духи странствий и сны невидимки. Качели мечтают, качели вздыхают. От старости подкралась суставы заржаев. И тут вдруг качели подумали с драмой. Весь век свой служили детишкам забавой. А если бы в небо мы вдруг улетели, остались бы дети без верных качелей. Спасибо. Всем вот таких заучений, таких учителей, правда. Я думаю, что каждый об этом подумал. И нашим детям, и нашим внукам, и в общем. Это было бы здорово. Мы с вами присутствовали при награждении, но у нас сегодня еще и гости. Вы знаете, что мы уже много лет дружим с международным благотворительным фондом Владимира Спилакова. В прошлый раз, вот на Новый год, помните, у нас были удивительные гении. Одиннадцатилетние детишки. А сегодня у нас народ постарше. У нас сегодня в гостях камерный ансамбль. Андрей Челокян, Гобой. Я начну перечислять, вы удивитесь. Стипендиат международного благотворительного фонда Спилакова. Обладатель специального приза первого международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Лауреат третьего телевизионного конкурса «Щелкунчик». Лауреат десятого Тольяттинского международного конкурса музыкантов-исполнителей. Лауреат международного юношеского конкурса имени Мравинского. Дипломант международного конкурса «Классическое наследие». Лауреат международного фестиваля «Ниша Стакович». Дипломант международного музыкального фестиваля «Еврооркестр 2004». выступал на концертных площадках Франции, Польши, Бельгии, Германии, Швейцарии, Швеции, Голландии. Принимал участие в последнем концерте «Тысячелетие», где играл вместе с Юрием Башметом в Большом зале консерватории. Итак, мы сначала приветствуем Андрея Челокяна. Андрей, мы вас ждем. Андрей Челокяна. Международный благотворительный фонд Владимира Челокова. И вы знаете, это я только малую часть перечислила из того, что можно было бы об Андреи сказать. Но вы видите, камерный ансамбль, он не один, а вместе с Ариной Ласгиян, тоже лауреатом международных конкурсов, она не стала их все перечислять. И сегодня они исполнят удивительную вещь, непростую вещь, редко исполняемую. Мы услышим с вами Бенджамина Бриттона «Темпоральные вариации». И наши исполнители меня попросили назвать темы. Первая тема, второе – торжественное слово, третье – марш, четвертое – упражнение, пятое – угроза, шестое – вальс, седьмое – полька и восьмое – слава богу – решение. То есть решение уже как бы запрограммировано. Итак, Андрей Челокян и Арина Ласгиян. Арина Ласгиян Арина Ласгиян. Арина Ласгиян. Арина Ласгиян. Игорь Челокян и Арина Ласгиян. Арина Ласгиян. Играет музыка. 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 Играет музыка.